Лоскутная Челябинская область для карты России и одеяло Деда Мороза, покорившее Великий Устюг. Работы Ларисы Смирновой уже узнают в сети и на выставках. Рукодельница много раз участвовала на фестивалях творчества. Теперь, отбросив страхи, она уже в течение года ведет собственный арт-проект. В какой-то момент мне захотелось попробовать себя как организатора. Но были большие сомнения вообще, потому что, ну, как бы, допустим, я предложу, а пришлют мне всего несколько работ и что я буду с этим делать. То есть переживаний было очень много. А тема, ну, тема День Семьи и Верности, это вот, я не знаю, это, наверное, семейное такое, как бы уже, может быть, уже потому что взрослый человек. В общем, захотелось мне про семью, потому что праздник такой у нас в России. 8 июля отмечают День Петра и Февронии. Я решила, что эта тема будет очень актуальна. Как бы больше будем популяризировать наше российское. В проекте приняли участие 34 рукодельницы из России и одна из Казахстана, возраст от 10 до 80 лет. Из Челябинской области вместе с Ларисой было еще три участницы – из Копейска, Челябинска и Златоуста. Со всей страны каждый квилт она получала и распечатывала с трепетным воодушевлением. Собрала этот квилт полностью я к 8 июля прошлого года, 19-го года. И сразу мы представили свою работу в городской библиотеке имени Пушкина в Челябинске. Там она две недели у нас пробыла. Потом наш квилт поехал на фестиваль «Душа России» в Суздаль, там побывала. Так арт-проект объездил много городов, включая Краснодар, Пермь, Тюмень. В планах подарить проект Центру народного творчества города Мурома, где заразился праздник Петра и Февронии. Но это в следующем году. А сейчас рукодельница работает над новой идеей. В прошлом году в Челябинске, в Челябинском центре народного творчества, была выставка родом из детства. И, ну, из моего детства я сразу вспомнила Олимпиаду, потому что это было яркое событие, которое прямо запомнилось мне в память очень сильно. Шила медведей. После этого, прочитав информацию и поняв, что в этом году уже будет 40-летие этого мероприятия, я решила новый проект организовать. Я опять объявила, ну, как положение о том, что вот я хочу организовать, и начали мне присылать работы. Это из МИАСа, тоже из МИАСа, это из Перми, девчонки, у меня рукодельница. Тут в основном еще использованы ткани тех лет, вот, допустим, вот, видите, известие советский спорт, ну, то есть, как бы, вот, вообще, вот, есть раритетные ткани, которых вообще тех времен. В планах у Ларисы сделать подарок на день рождения нашего города. Сейчас она думает над тематикой и образами, связанными с Кобейском, а также ищет рукодельницы для совместного творчества.